Девушки отдыхают Против него сыграет его бывший партнер по «Зениту» Павел Погребняк. Минтопа, в общем-то, и комментировать нечего. Ну и у «Баварии» есть шанс сократить отставание от «Дортмундской Баруси». На сию минуту «Бавария» занимает шестое место в турнирной таблице. 20 – это, конечно, очень много для старта второго круга. 14 тоже будет многовато, но все-таки 14 отыгрывать полегче. Штутгарт на 17-м предпоследнем месте в турнирной таблице. Три победы, три ничьи, 10 поражений. Ну и Штутгарт в любом случае не покинет опасную зону. Он может только лишь в случае победы догнать по очкам свою карьеру футболиста. Там он проработал три года, затем год в Гройтерфюрте. Опасно! Погребняк промахнулся мимо отскока. Не ожидал он, что Майнцу, «Дортмундской Баруси» и «Фрайборгу». И даже затем последовавшая победа над «Барусей» из Мюнхен-Гладбаха со счетом 7-0 ничего кардинальным образом не поменяло. Еще один удар поворотом Ханса Йорга Бут. Редкий случай, когда даже Вангаль поднялся со скамейки уже и что-то там выговаривает арбитром. Последний матч Штутгарт сыграл против Ганновера в чемпионате в прошлом туре. Парадоксальный сегодня состав у Баварии. Дело в том, что в нем присутствует, во-первых, Тимощук, на которого Вангаль не рассчитывал. Во-вторых, два игрока, которых Бавария раздавала в аренду в прошлом сезоне. Опасный момент. Оль Райх забирает мяч после удара Мюллера. Лободея провел, наверное, свой самый удачный сезон в карьере, сыграв 33 матча во второй Бонгус-Лиге и забив 28 мячей в них. Ну и заканчивал он уже в Карлсруе. Тимощук. Желтая карточка. Не первое нарушение правил Анатолием. Какао. Арбитр был за спиной и все прекрасно видел. Штутгарт посвежее пока смотрится. Малинаро. Навес. Какао не попал по мячу просто. Рибери накрутил Малинаро. Пас-центр. Ван Бомель. Быстро еще дальше на Мюллера. И тому еще дальше надо играть на Лама. Лам один. Лам, который играл за Штутгарт в свое время, прострял мяч в руках Усвена Ульрайха у Фрайбурга. Ну вот посмотрим, сможет ли использовать осечку Баруси и Бавария. Честно говоря, пока мне Штутгарт по вот этому получасу игры нравится больше. С большим желанием играет команда Брунова-Батте. Бавария лишь эпизодами огрызается. Рибери. Очень неточный перевод на левый фланг. Но Мюллер включился в борьбу. Гомес. Выход один на один. Удар. Гол. Марио Гомес забивает своей бывшей команде. Ну а сделал все, конечно же, Томас Мюллер. Мюллер на повторах сейчас будет видно. Рибери просто не смог исполнить с нужной силой передачу. Ну здесь хулиганят немножко Гомес и Мюллер. Толкаются, пихаются. Ульрайха сложно в чем-то обвинить в этом эпизоде. Но защитников очень неудачно сыграл. Видите, проиграл здесь борьбу силовую. Это Бичакчич как раз. Ну и дальше выход один на один. Марио Гомеса. Удар с левой ноги мимо. Голкипера. В верхний угол. Ворота. Здесь еще одна ошибка защитника. Сердар Тоски пытался мяч выбить. Вот я хотел бы посмотреть, не было ли положения. Нет, нет. Какой вне игры. Какой вне игры. Тоски был гораздо ближе к воротам. И сыграл тоже очень плохо. Так же, как и Бичакчич в этой ситуации. Это обычное явление. Фанаты Баварии на ваших экранах. Не так далеко. 200 с небольшим километров от Мюнхена до Штутгарта. Поэтому, я думаю, большинство на поезде и на машине приехали. Можно, конечно, и на самолете. Но большого смысла нет. Полет 35 минут занимает. И больше времени самолет, что называется, выходит со взлета и заходит на посадку, чем летит. Бас в направлении Гомеса. По-моему, был свисток уже. Нет? Нет. Игра продолжается. Гомес. Ох, какой гол. Марио Гомес возвращает долг к Томасу Мюллеру. Ну, естественно, сразу Лободиа крупным планом. Опять футболисты Штутгарта, похоже, подумали, что эпизод уже, что называется, доигран. А Бавария, конечно, потрясающую силу демонстрирует в эти моменты. Ну, вот смотрите. Пас вроде бы никуда, да? Но скрещивают траектории два центральных защитника. Гомес падает, но остается с мячом. И Мюллер оказывается в штрафной площади один. Как на пожар летит там Кристиан Трэш, но догнать Мюллера не успевает. Теперь Дель Пьеру большой привет. Потому что это он проиграл борьбу Марио Гомесу. И позволил тому встать с газона и сделать голевую передачу. 2-0, Бавария впереди. И, кстати говоря, именно Феликс Магат здесь придумал ламу позицию левого защитника, которую Филипп занимает в сборной. Поскольку до этого он считался только лишь правым защитником. Рибери. Удар поворотом. 3-0. Тащи рабочий. Дан. Броналабадия теперь очень будет трудно свою команду поднять с колен в перерыве. Франк Рибери. Ну, празднование гола из той самой категории, что я не Франк, а Беляль. Поэтому отстаньте от меня. Расталкивал там всех, кого только можно. В итоге Марио Гомесу еще и водичкой решил полить. Ну, вот здесь, кстати, в этом эпизоде здорово сыграл Оттель. Который верно направил атаку. Ну, а дальше соло просто Франко Рибери. Бичакчича с дороги убрал. От еще одного защитника ушел. И мощнейший удар в угол. Ульрайс там был уже совершенно бессмысленен и бесполезен. 3-0. Три момента по большому счету Бавария создала. Ну, хотя обычно это делают два форварда. Вы видите, как газон выглядит, что называется, на этом плане сверху. Весь проткнутый бутцами футболистов. 15-й номер Артур Бока, который вообще-то больше играл за Штутгарт. Защитником даже. Едва Какао не отыгрывает сейчас один мяч. Мюллер. Тимасчук отдает мяч Риберия. Ну, здесь Ульрайх, конечно, сыграет на этом навесе. Мюллера я бы назвал, наверное, лучшим у Баварии в первом тайме. Он и первый гол сделал, выиграв там борьбу у защитника. И второй мяч забил сам. Вообще смотрелся очень хорошо. Погребняк. Вот это может быть опасно. Пас надо отдавать Погребняку. И он это делает. Голевая передача. Павел Погребняк. Не получилось в том эпизоде балл за результативность. Набрать ему, когда он делал скидку на Какао Баретто. Но зато теперь сделал голевой пас Мартину Гарнику. Сработала замена, которую провел Бруно Лоботе. Вы знаете, очень тонко сыграл Погребняк. Даже для себя, я вам сказал, где-то непривычно тонко. Его принято считать форвардом таким исключительно силовой манеры. Но здесь вычертил просто великолепно мяч в штрафную площадь. И, честно говоря, мне не очень понятно, чем там занимался Брэно. И почему в штрафной был Праньяч, а не он. Да и к тому же Штутгарт настолько играет в обороне. Сомнительно. Ну вот, пожалуйста. 4-1 Марио Гомес. Это, правда, уже не оборона, а это Свен Ульрайх в чистом виде дарит Баварии четвертый гол. Вот это можно было как раз предполагать еще перед стартом немецкого футбольного сезона. Замершил карьеру Йенс Лемон. Штутгарт не стал покупать нового вратаря и просчитался. Ульрайх еще не готов быть основным голкипером. Вот смотрите, мяч просто в руки человек улетит. И что он делает? И живой, и горячий у него этот мяч. Ну и Марио Гомес. Второй мяч в этой игре за Баварию. Второй мяч своему бывшему клубу. Первый мяч в этой игре стал для него десятым. Ну и надо сказать, что вот как только Гомес сделал хет-трик в воротах Ганновера в восьмом туре у него пошло дело. Это были первые его голы в чемпионате. Пасует Мюллеру Гомес. Ответная передача. Куда побежал Ульрайх? Зачем еще один гол? Хет-трик Марио Гомеса. Второй в этом чемпионате. Вы знаете, если бы это был хоккей, у Ульрайха надо было бы менять уже сейчас. Да, вот Фредди Бобич. Ну то, что делал сейчас голкипер, я, честно говоря, вообще не в силах объяснить. Там пять защитников было. Куда и зачем он понесся? Гомес еще и травму какую-то получил. Вот смотрите. Пять игроков Штуберта в штрафной площади. Куда ты бежишь? Ну и Гомес, конечно, воспользовался отскоком здорово. Двенадцатый мяч его в чемпионате. Покидает пока что поле Марио Гомес. Вообще для Штуберта большой потерей стал уход менеджера Хорста Хельта. Потому что при всех, так скажем, при всей известности Бобича... Ух, как будто играет сейчас, а? Перебери. Направо на Пранича. Не остановится мюнхенцы, мне кажется, при счете 5-1. Мюллер. Да Ульрайх опять, опять привозит момент, а? Сейчас счет мог стать уже 6-1. И в этом случае Бавария три мяча бы забила Штуберту, а три его вратарю. Нет положения вне игры у Мюллера. Я не очень понимаю, как Ульрайх умудрился выпустить мяч из рук. Мюллер, когда лежа делал передачу, он делал все правильно. Ульрайх не держал мяч даже одной рукой в этом эпизоде. Ну и повезло, что Ребери попал в защитника и счет не поменялся. Погребняк. Ну что, снова будет пас делать. С вот такого острого угла бить-то неудобно. Да, делает хорошую передачу, но... Ханс-Йорк Бария. Когда возникла проблема у них, когда завершил карьеру Канн, и стало понятно, что Ренсинг не справляется. И отправляется с ролью основного голкипера Бавария нашла Ханса Йорга Бутта. Сейчас второй мяч забивает Мартин Гарник ему. Но я бы не назвал это ошибкой Бутта. Это, по-моему, уже такая расслабленность немножко Бавария. Балабадир и Бобич. Два в прошлом нападающих. В высотах это все в порядке. Штугер забил два, но он пропустил пять. Кстати, если бы не вратарь, то сейчас счет мог бы быть 2-3. И была бы еще куча времени для того, чтобы играть. Но Свенуэль Райх сделал все для того, чтобы этот гол Гарника не имел никакого смысла, как и первый. Под опорную ногу все очень четко делает Чех. Мирослав Клоза почти не играл в первом круге и не забил ни одного мяча в первом круге. Вообще в чемпионате забил лишь трижды. Навес. И мяч в воротах. 3-5. Вот тут уже вопросы возникают и к Хансу Йоргу Буттон. Веселый мы с вами смотрим футбол. Но, честно говоря, еще больше вопросов, конечно, к Кулерайху. Что сейчас интересно чувствует голкипер Штугерта? То есть выходили при счете 0-3. Верить в то, что три забьют Бавария, было сложно. Но, тем не менее, они забили. Тут мяч никого не коснулся. Ни какао. Прямо с навеса залетел он в ворота. Бутт очень грубую ошибку допускает. Здесь надо было, конечно, выходить и забирать мяч. На что он рассчитывал, непонятно. Кристиан Гентлер. Еще одна замена сработала у Брунова-Батья. Стадион, конечно, заводит свою команду. Еще момент у Штугерта. Плохой удар Гарника. Мог бы быть хиртрик. Очень было бы интересно, если бы Штугерт забил сейчас четвертый гол. Потому что просто интересно, как будет играть дальше Бавария. Бока налево. Простреливать надо в штрафную, но не так, конечно же. Бока играет практически на месте нападающего уже. Какао. Пас на Бока. Бежать надо. Зарабатывает угловой Артур Бока. Хотя Тимошук поднимает большой палец вверх. Бавария пытается задержаться на половине поля соперника. Булерайх выигрывала со счетом 3-1 тогда. Погребняк. Брэнна хочет о чем-то побеседовать. Я не скажу, что Погребняк уж прям претендовал так на назначение пенальти в этом эпизоде. Скорее, посмотрел вопросительно на арбитра, но ничего от него не требовало. Брэнна надо заниматься своим делом сейчас, а не разговорами с соперниками. Погребняк. Удар не получается. Встал Фредди Бобич. Да, уж он, конечно, такие бы забивал. Вот похожий момент. Бока выиграл силовую борьбу примерно так же, как выиграл ее Мюллер в первом тайме, когда первый гол забивала мюнхенская Бавария. Хотя бы элемент неожиданности он бы там мог нести. Подача. Бут кулаками отбивает мяч и кто-то в него врезается из футболистов Штутгарта. Звучит свисток арбитра. Это тоски, причем еще двумя руками вперед, идя, врезается во вратаря. Конечно, это нарушение правил. Брену отбивает мяч на Лама. Тот сильный к центру поля. Получилось точно на Мирослава Клозе. Нет положения вне игры. Алаба и Ван Бомель. Надо забивать шестой. Ван Бомель. Что делает Алаба? Что делает Алаба в этой ситуации? Что в голове у него было? Хотя положение вне игры у него-то все-таки было. А, вот в чем дело. Алаба нельзя было мяч трогать. Да, и вот сразу же прозвучал свисток. Клам. Еще, наверное, назад может Пранич уже сыграть. Ну, полминуты остается Пранич. Раскачивает Малинара. Вот, теперь назад. А теперь еще дальше назад. И теперь Ван Бомель еще, наверное, дальше. Нет, здесь контента. Последние две минуты Штугарт играет практически без мяча. Против Рибери Погребняк. Все, в это время звучит финальный свисток. Вот так заканчивается этот матч. Трудно прогнозируемым счетом. Но, в общем-то, закономерным результатом. 3-5. У Штугарта дубль на счету Мартина Гарника. И гол еще Кристиана Гентнера. У Баварии хит-трид сделал Марио Гомес. По мячу забили Томас Мюллер и Франк Рибери. И ключевой момент этого матча, это, конечно, дубль Гомеса во втором тайме. Две грубейшие ошибки вратаря Свена Ульрайха. Счет в этот момент стал 1-5. И после этого уже Штугарту, конечно, было невыносимо сложно отыграться. Присесть. Бавария таким образом сокращает отставание от Дортмундской Боруссии до 14 очков. И с таким показателями на зимний перерыв уходят команды. 14 очков это, по сути, 5 побед. Все равно многовато. Но это, во всяком случае, не 17. Продолжение следует...